магазин seafood прям приходе сразу пахнет рыбой здесь это знаете какой магазин азиатский тайский азиатский здесь вот все 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 товары это их производство но мы сюда приезжаем мы здесь покупаем рыбу здесь шикарная рыба конечно смотрите креветки 6 долларов ну и давайте я вам покажу рыбку так значит вот эта помпана 6 долларов рыбка она похожа на дораду но это не дорада это золотая помпана такая рыбка 10 долларов вот эта рыбка 11 долларов как красный окунь да он и что 4 доллара вот эта рыбка это 6 долларов которые вам показывала 5 долларов 12 долларов 4 доллара это скат я помню когда была маленькая и папа ездил на рыбалку в крыму мы прям на большом корабле таком не на катере а а именно на корабле ходили в море на рыбалку я помню ой как я ее как мне нравится ее смотреть но у меня рука за столько лет проживания в сша не поднялась купить ее и приготовить сейчас вам покажу ее и так по поводу рыбалки и папа ходил на рыбалку я помню и вот он там они ловили с друзьями и катранов это маленькие акулы и скатов и как скаты есть лисы я помню шашлыки мы делали в общем все это я уже кушала и помню все это такое жирное неприятное сейчас я вам покажу вот ту рыбку не и так жалко а 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 Продолжение следует... Такая красивая, мне её так жалко вообще. Кальмары 6 долларов, большие и вот прям мелкие, видите, есть. Мы всегда рыбу покупаем в этом магазине, а мясо мы здесь не берем, куру мы здесь не берем. Ну вот цены здесь получается, окорочка 1.29, не окорочка, а ножки 1.29, окорочка 1.39, бёдрышки 2.69, филе 3.99, крылышки 5 долларов, что-то они все заветренные, а я достала на завтра, мы покупали крылышки, я достала крылышки, хочу приготовить солянку с крылышками. Ну здесь сало, ну вот сало 4.59, кусочки корейка 3.49, вот такая часть 3.49, ну в общем. Здесь есть, конечно, рыбка и замороженная, в общем, всё есть замороженная, и мидии, и крабы, и всё, что хотите. Но мы заморозку не берём, не покупаем. Это осьминог, это осьминоги, сколько он стоит? 11 долларов, это осьминог. Мне кажется, у меня в семье осьминогов, кроме дочки, кроме Насти, не ест вообще никто. Ни мы не едим, ни Никита не ест, ни мама, ни я, а вот Настя у меня любит осьминогов. Мидии, вот видите, ракушки, всё-всё-всё есть, хотите вот такой вот набор, можете купить. Я сейчас увидела вот эти вот от крабов, где они здесь, не вижу, ну вот, короче, от крабов, вот эти вот кусочки, они же в панцире ещё. И на Ютубе, ой, не на Ютубе, в Инстаграме часто встречаются, где вот эти китайцы сидят, и вот так вот громко вот эти вот хрустят, чавкают с большой порцией. Why? Здесь открыта пачка. Ну, видите, какие крупненькие, хорошие. В общем, всё есть. Здесь всякие соусы, приправы, всё это такое, которое вот тайское, с Таиланда, со Шри-Ланки. В общем, это вот такой вот магазин, где вот их полностью, полностью, ещё раз повторюсь, их продукты. Панда. Строупари, клубничные что-то. У них столько много всяких соусов, столько всего. Лапша их, всякое разное, специи, приправы, в общем, много-много чего. Это отдел фруктов, овощей. Маланга-Бланка. Видели, какой курень? Таро-Смол. Они как картошку всё это используют. А, ну, вот видите, он даже в отделе картошки лежит. Пахнет, как картошка обычно. Это сладкая картошка. Имбирь. Какой свежий, смотрите, какой хороший. Девочки, кто не знал, говорю, имбирь нельзя хранить в холодильнике. То есть его нужно завернуть в салфетку или как-то и просто положить. В холодильнике имбирь не держат, он теряет свои целебные, вот эти вкусные, нужные свойства. Здесь всякая разная рыбка у них. Здесь рыбка такая копчёная, сушёная. В общем, ну, как типа жёлтые полосатики. Только здесь, посмотрите, здесь не только жёлтые полосатики, а здесь всякие вот такие вот рыбки есть. Кстати, вот жёлтый полосатик. Кто не видел, как они выглядят, потому что у нас в России, я знаю, без глазок продают. Вот так она выглядит, рыбка. Такая, добрый взгляд у неё такой. В общем, смотрите, сколько здесь выбора сушёных разных рыбок. Помидоры. Доллар девяносто девять. Там красный лук. Два девяносто девять. Авокадо. Доллар девяносто девять. Авокадо у нас двух видов бывает. А, авокадо у нас бывает трёх видов даже. Вот такое маленькое гавайское авокадо и флоридское. Такое большие авокадо хорошие бывают. То же самое с манго. Манго маленький, манго большие бывают. Лайм бэйби. Это лаймочки. Доллар девяносто девять. Ну, как обычный лук. Папайя. Мы её постоянно покупаем. Папайя. Все мы знаем, да, что самый полезный фрукт для восстановления печени. Вот манго, видите. Оно хоть зелёное, но оно мягкое-мягкое. Это сорт такой. Это гавайская папайя. А, да, вот видите, папайя-гавайя. Вот такая она маленькая. Но мне она не нравится. Она какая-то... Как банан неспелый как-то вяжет. Я не люблю её. Вот она, авокадо Флорида. То, что я вам и сказала. Вот видите, какие они большие. Хоть зелёные, но оно, видите, оно мягкое-мягкое. Вот оно прям больше моей руки. Земляные орешки. Я помню, мама, когда она раньше от министерства летала очень часто в Ташкент. И я помню, она привозила и земляные орехи. В командировке она летала. И фисташки в золе. И что только не привозила, какие орешки. Всегда вот у меня с орехами ассоциация, когда мама в командировку летала. Ну, здесь понятно, что апельсины, мандарины, грейпфруты. Цена. Вот, девочки, видите. Тоже апельсины, яблоки. Мы яблоки никогда не покупаем. Мы их вообще не едим и не любим. Максимум, что я могу купить, там, 3-4 яблочка. Вот так вот. И то мы целые не можем съесть. Мы напополам. Половинку я съедаю, половинку Виталик. Ни он, ни я. Мы не любим яблоки. Бананы. Обычные бананы. Видели банана? Плант. Их жарят. Вот эти для жарки бананы. Это обычные бананы. А еще есть бананы, сорт Ява называется. Голубая кожура. И внутри, когда вы открываете, когда он молоденький банан, то банан голубого цвета. Это грибы. Машрумс, грибы. Снежные грибы. Снежные белые грибы. Это тоже грибы. Смотрите как. Да, интересно? Я такие не покупала, как там мелкие еще грибы. Я такие не покупала. Я даже не знаю, как их готовить. Зелень. Видите, как продается в каких? Раньше так здесь не продавалась зелень. А сейчас прям смотрите, в каких петах, в пакетах. Драгонфрут. Он у нас двух видов. Он бывает красный и бывает желтый. И тот, и тот вкусный. Это вкусные тоже. Вы вот эту шкурку открываете. И там такая, знаете, как виноградинка такого плана. Тоже такая вкусненькая ягодка. Вот здесь, видите, все экзотические фрукты. Сейчас не сезон, а сейчас в зиму у нас появятся мои любимые мангустины. А что мне нравится вот здесь? Вот вроде бы, казалось бы, маленькие два островка. А мне здесь, знаете, что нравится? Здесь у них тайские вот эти вот все. Очень классные. Есть крема, есть масла и так далее. Очень классные. Здесь бывают даже и для суставов и так далее. У кого есть такие магазинчики, то заходите, смотрите. Потому что здесь действительно классно. Здесь есть тайгер-бальзам. Я его всегда покупаю маме. Сейчас я его не вижу. Сейчас я его не вижу. Смотрите. Вот даже есть боди-скраб с папайей и так далее. То есть здесь такие вот. Как бы все вот их национальное. И вот здесь вот, может быть, перенесли. Сейчас я его не вижу. Фармацевтику. Может быть, туда куда-то перенесли. Здесь тайгер-бальзам. Он классно снимает боль в суставах. Так, ну что, я вам показала так чуть-чуть магазинчик. Пошла я искать Виталика. Купим чуть-чуть фруктов. Зайдем в трейдеджо. И поедем уже домой.